Вот это пшеница, да? Ну да. И здесь урожая сколько, Павел Иванович, на ваш взгляд? Сад, ну полки не будет. Ну я и говорю, я заверил заместителя главы, что это как его будет. Не меньше, чем в прошлом году. Глава агрофирмы «Гастагай» Геннадий Демурчев показывает межведомственной комиссии о зиме. Два комбайна могут выезжать в поле. Еще два практически готовы. Люди на местах, рабочие есть, горючее есть, настроение есть, желание есть, только будем ждать погоды. Как погода толку даст, и начинается уборочная страдания. Аграрии с оглядкой на весну и начало лета готовятся к уборке в дождливую погоду. Изучили опыт, так сказать, стран передовых, которые на этом работают. Да и будем как-то пытаться меньше потерять на поле урожая. Это оборудование для просушки зерна. В опытно-производственном хозяйстве Анапа намерены минимизировать потери от непогоды. До этого внедрили технологию спутникового контроля выселом. Полностью, конечно, подруливаем. Да, он бросает руль и пошел. Стоимость специальной базовой станции порядка 2,5 миллионов рублей. По 600 тысяч приемники на тракторах. Два установили на импортные, еще два на отечественные машины. Система повышает точность и позволяет работать ночью. Да, система эта затратная, но это шаг вперед. И позволит дальше хозяйству развиваться, внедрять новые технологии, эффективно использовать технику и людские ресурсы. Всего в Анапе подозимыми зерновыми и зернобобовыми культурами порядка 10,5 тысяч гектаров. Специалисты проверяли техническую готовность, противопожарную защиту. В общем, как показывает сегодняшний объезд, предприятие агропромышленного комплекса к уборке готово. Настроена техника, подготовленная такая. Поэтому я думаю, что никаких проблем у нас не будет. И мы, как обычно, уберем установленные сроки. Если погода будет позволять, уборку начнут уже в ближайшие дни.